Налоговое законодательство предусматривает несколько видов вычетов по НДФЛ, но активнее всего спросом пользуются стандартные и социальные. Стандартные предусматривают вычеты для отдельных групп граждан, инвалидов, ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС, Героев России и других, а также для тех, у кого есть дети и чей доход меньше определенной величины. В социальные входят вычеты на лечение, обучение, благотворительность и другие, но все эти вычеты имеют определенные ограничения. Если вы в налоговом периоде, а это календарный год, вы обучались, лечились и платили взносы в негосударственный пенсионный фонд, например, то все это суммарно не должно превышать 120 тысяч рублей. Получить вычет на дорогостоящие медицинские услуги можно как за свое, так и за лечение детей в возрасте до 18 лет супруга и родителей. Вычет предоставляется сумма, не превышающая годовой размер заработной платы. Важно при этом обратить внимание на код услуги, который медицинское учреждение ставит в справки, предоставляемые в налоговые органы. Если код услуги единичка, значит эти медицинские услуги подходят под просто лечение, которое фиксируется максимально, это 120 тысяч. Если код услуги двоечка, эти медицинские услуги относятся к дорогостоящему лечению и расходы принимаются в полном объеме к вычету. Родители ребенка в возрасте до 24 лет, оплатившие его обучение в институте на очной форме, также имеют право получить налоговый вычет, который не может превышать 50 тысяч рублей. То есть, если в договоре указано очно-заочная, вечерняя или какая-либо другая форма, то сумма из расходов на обучение ребенка к вычету не принимается. Обращайте на это внимание. По всем вопросам, касающимся налоговых вычетов по НДФЛ, вы всегда можете обратиться в отдел работы с налогоплательщиками по телефону 77096. Наталья Петрунина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.